Химический состав Сейчас Всем привет! Мне пришлось переодеться В куртке уток щипать неудобно И поэтому видок у меня сегодня вот такой Здесь, чтобы здесь не мерзла Фарточек, курточка Ну то есть нормально, хоть и минус Но во всяком случае, так это как-то, знаете, облегченный вариант Щиплю уток к Новому году Утки до сих пор пенькастые Но я вот в прошлый раз щипала, пеньков было еще больше Их было тяжелее выщипать А сейчас все-таки перо уже отросло Но я вам хочу сказать, вы знаете, они такие пушистые Я терпеть не могу щипать уток, друзья Потому что это долго, вот реально долго Курицу или индейку раз-раз-раз И все А уток, ну в общем, кто живет в деревне Тот меня поймет Меня дома, меня ждет шарлотка Я смотрела на многих блогеров Что-то тоже мода пошла у одних отмечать все праздники в сауне А у других делать шарлотку Я тоже сегодня сделала Потом покажу, что у меня получилось Она у меня сегодня немножко прилипла к форме Вот я взяла формочку такую для кекса С дыркой в середине А там вот этот низ такой вот волнистый Я ей пользуюсь крайне редко Вот прям крайне Потому что от нее что-то отодрать тяжело Ну, то есть китайская форма Не надо мне ее было брать Потому что у меня вся верхушка, можно сказать, пристала Мне пришлось отковыривать ножом А раз так, то, то есть вот этот верх Мне пришлось уже потом засыпать сахарной пудрой Я пыталась ее залить сахарной помадкой Но для того, чтобы не видно было, что она как бы такая рваная получилась Ну, что вышло, я вам сейчас покажу После того, как ощиплю уток Почему я не делаю этого дома? Ну, потому что запах от пера Терпеть я не могу вот этого вот В общем, пока есть возможность И в кухню тоже не охота идти Сегодня очень холодно Вот поэтому я как бы пользуюсь возможностью Сейчас оставлю, оно немножко заветриет, обсохнет И тогда уже вот эти перышки будет вытащить легче Эти утки пойдут на Новый год Я их спрячу в морозилку С потрохов сегодня сварю лапшу Вот, это нам будет на обед А так пойдут в морозилку на Новый год А перед Новым годом либо продам Либо сами съедим С утками я закончила Я их занесла домой Допалила Перевсящипала Сейчас покажу Я уже попила чай со своей шарлоткой Уже загрузила видео на обзорный канал И между тем, как я щипала утки Я еще пришла домой, поставила тесто И вот сейчас оно у меня подошло И я сейчас буду укладывать формы, чтобы испечь хлеб Сложность в том, что все эти дела мне нужно завершить до двух часов Но до полтретьего максимум То есть даже хлеб испечь А время, друзья, у нас уже начало второго Или даже половина второго Ну то есть, понимаете Я должна в это время, как я вам сказала В начале третьего уже уехать за старшим сыном В соседний хутор за 30 километров Мне так нравится переваливать тесто Смотрите, какое оно классное Смотрите Вот такое жидкое должно быть Тогда хлеб получится классный Такой дырявчатый Знаете, прям хрустящая корочка у него будет Такое, я вообще люблю такое тесто Люди уже обратили внимание Так, все Вываливаем Называется тесто высокой степени гидрации Или гидротации Включила духовку Жду, пока наберется температура Друзья, разбила орхидею Принесла в кухню, чтобы ее полить Я, в общем, поставила Она у меня два раза падала Два Один раз все-таки Мало того, что тут все было в воде Я же ее полила Но она какая-то живенькая была Сейчас зацепилась за нее Она у меня упала Выскочила из горшка Вся кора вывалилась В общем, я ее собрала назад Не знаю, что будет Листик сломался Вот как-то так Вы понимаете? Вот это мое хозяйство Оно меня все время догоняет И как бы бьет по башке То есть я ничего не успеваю Вот казалось бы Я сейчас снимаю видео Спокойно, никого не трогаю Микрофон у меня подключен В разъем для наушников Это значит, никакие телефонные звонки Как бы не проходят Потому что разъем же подключен Смотрю, высвечивается номер Вот спрашивается, кому я нужна Хорошо, думаю Может кому-то что-то срочно Останавливаю съемку Вытаскиваю руками в тесте микрофон Ну вы видели, я сейчас тесто переваливала Скупщик Звонит скупщик Таня, у тебя ничего нет? А мы вот только БК сдали Я говорю, нет, ничего нет В общем, короче, поговорили, все Я опять втыкаю микрофон Продолжаю вам съемку То есть понимаете Даже когда я не хочу заниматься этим хозяйством Оно меня догоняет и мешает жить Говорю абсолютно откровенно Сколько раз такое было Когда вот так тоже снимаешь Что-нибудь некогда Смотришь, опять номер высвечивается Отключаешься Берешь трубку с банка Вам Типа того не хотите Или вы получить какие-то скидки Причем банк вообще какой-то левый Которым я в жизни не пользуюсь Ну то есть понимаете Вот мешают заниматься мне Профессиональной деятельностью Вот когда снимаешь видео на Ютуб Тебе не должно Тебе не должно ничего отвлекать Ну когда у тебя Много дел И одно другое догоняет Вот например Вот сейчас вот смотрите У меня хлеб У меня вот лежат утки Которые я вам сейчас покажу Сломала орхидеи У меня варится суп из потрохов Между прочим вы знаете Что когда я Как вам сказать Когда я изучала вопросы По этим колбасам Там мне сказали Одну такую умную фразу Что варить Из свежатины Всякие бульоны И вообще с мясом заниматься Нужно до того Как пройдет 3 часа То есть в течение 3 часов Мясо считается свежим И в общем его можно как бы Подвергать Всякой кулинарной обработке По прошествии 3 часов Нужно ждать Чтобы мясо созрело В течение там 2-3 суток Ну вот как-то так Потому что меняется Химический состав И соответственно Что я сейчас делаю Я потроха поставила варить Вот тут из уток Надо вытащить все-таки пенечки И они у меня сейчас Сутки наверное полежат В холодильнике А может даже двое Лишь затем я засуну Это дело друзья в морозилку Потому что так положено Мясо должно созреть Вот тут я вот Хоть и опалила Но пеньки конечно остались Бывают такие вещи Что приходится Доставать их пинцетом Утки у меня небольшие Около 2 килограммов Одна кило 950 А вторая чуть поменьше Кило 800 В прошлом году У меня селезни были больше Селезни были по 3 килограмма Я не хочу сказать Что они прям костлявые Вот эти вот Ну размером они небольшие Хотя и жиринка в них есть Сейчас покажу Вот Но я их в этом году Вот видите уточки Я их в этом году Особо не кормила Если в прошлом году Я их прям нормально Так Они у меня на зерне Сидели То в этом году Можно сказать Они на подноженном корме Вот поэтому Такие выросли Сколько это стоит Если по 350 Рублей за килограмм Я не знаю По чем продаются Сейчас утки Ну считайте 700 рублей за утку Даже меньше Потому что в них Нет 2 килограммов Еще и вымерзнет Чуть-чуть Вот А если копченый То 900 рублей за килограмм Но я не знаю Как получится В моей коптильне Утка Как бы знаете Неохота испортить Ну в общем посмотрим Чего я с ним делать буду Скорее всего Я уберу в морозилку Перед Новым годом Не знаю Может быть попробую продать Может быть клиенты захотят На вкус конечно Они вообще Просто исключительные И пока я сейчас Буду заваривать себе Чай И пить еще С одним куском шарлотки Посмотрите Как мы вчера ездили В Волгоград Мы ездили с заказами Возили колбасу Ну посмотрите Я его немножко поснимала Всем большой привет Дорогие друзья Мне очень нравится Возить свои заказы В центр города Ну во-первых Здесь красиво Во-вторых Здесь знаете Много такого гуляющего народа В-третьих Здесь как-то просторно В-четвертых Здесь Волга Можно посмотреть Ну и заснять для вас Вот такие кадры За то время Пока я здесь не была С деревьев облетела Листва И посмотрите Вот на горизонте Такая широченная река На другой стороне Краснослободск То есть туда Раньше ходил Такой знаете Кораблик А сейчас сделали Вот этот Волгоградский мост И туда можно проехать На маршрутке Либо еще на чем-то Пока муж мой Там делает фару На автомобиле Я решила спуститься В парк Где гуляют люди Ну и заснять вам Просто кадры По идее Тут до Волги Еще спускаться Спускаться И спускаться Здесь две дороги Потом еще набережные Ну здесь очень много Обычно гуляющих Просто сегодня день Такой промозглый И холодный Заказик у меня сегодня Небольшой Я вам показывала Его с утра Чуть-чуть колбаски Чуть-чуть сала Чуть-чуть А молочное сегодня А молоко И все Больше ничего нет Вот так друзья Ну вообще конечно Прохладно Можно сказать Что уже знаете Пуховичок надо одевать Но я подумала Что если я сегодня Одену пуховик Меня не поймут Потому что он толстый Но вообще в этом плащике Прям холодно Вида центра в том Что здесь вообще Негде оставить машину И сколько раз Такое было Что мы в общем Оставляли машину Далеко от заказчика И носили заказы пешком Потому что приткнуться Вообще негде Везде работает эвакуатор Можно попасть на деньги Ну и соответственно Вот так вот крутимся Ищем где можно Остановиться Прямо пока Пока прямо Нам повезло Автомобильчик АК отъезжает Сейчас мы на его место Как раз и встрянем Такая малявка Терпеть не могу АКу Гляньте зубная щетка У нее привязана У нее короче На заднем дворнике Друзья привязана Зубная щетка Представляете Я вам реально говорю Жалко вам Не видно с камеры Так ладно Пристроились Здесь конечно Дела обстоят получше Смотрите какой широкий проспект В общем когда мы едем домой Уже совсем другое настроение Потому что здесь Дорога прямая Ехать можно быстро Никто по сторонам не мешается Ну то есть Прямо просто удовольствие Я сейчас посмотрю Если у меня остался на камере В общем мне такой сюжетик Интересный был Мы один день ездили И все время обгоняли машину Где ехала большая собака Если я не почистила его из памяти Сейчас вам поставлю сюжетик Интересно так Она высовывала голову в окно Мы все гадали Какая это порода Перед нами стоит машина С собачкой Вот там все время Выглядывает форточку С собачка Я уже стекло опустила Чтобы ее прихватить Ну вот видите перед нами Вот этот вот товарищ Он не даст заснять Интересно так Она все время морду в окно высовывает Такая собака классная Нет Не успеем Мы ее сначала обогнали Я камеру не успела достать А теперь вот этот товарищ Очень медленно едет А не-не-не Подожди Сейчас тормознет Тормознет Ну Так что нет, друзья Не судьба нам Встретиться с той собакой А может быть и судьба Если она морду высунет Вот она Ну Вот видите Все-таки она мне попалась Она такая интересная Высовывает голову Знаете, прям вот высовывает И смотрит так на машины Хороший песик Стоим в пробках Не знаю вообще Я все время говорю Все-таки у вас городские жители Бешеное терпение Вот это ездить Выставить в пробках Вперед-назад Ой Нервы крепкие Крепчайшие Главное телефон не потерять Прям возле меня Собака О-о-о Привет Слушай, она вообще такая классная Друзья, что это за порода Кто знает Посмотрите На Алабай не похоже У нее уже уши обрезанные Какое обрезание? Да, уши Нет, у Алабая обрезанные А у этого остренькие ушки Уши на лайков Кто у нас знаток? Лайковские похожи Пород Петрович говорит, что На лайку уши похожи Но понятно, что это не лайка Лайки Рассветка ушей такая Хорошо Сейчас нам люди скажут Кто это Да, в городе Чего только не увидишь И для полного счастья Пошел такой, знаете Крупа Снег Крупа Сразу тает Но это первый снег В этом году Первые снежинки Да, первые снежинки Ну вот, друзья Смотрите, какая дорога Просторная В обе стороны Нет никаких деревьев По бокам У нас же вообще степи Ну то есть вот такое Открытое пространство И естественно Я себя чувствую гораздо лучше На таком открытом пространстве Не то, что в городе Где тебя со всех сторон Зажимают Я нервничаю Мне кажется Я все-таки зря Не одела пуховичок Потому что, друзья Снег валит Прям хлопьями Сыро, мокро И холодно Посмотрите Я выехала Из Волгограда Была осень А возвращаемся в зиму Мы едем на север В сторону Москвы 76 километров севернее Ну, соответственно Да, здесь По-любому снегу Должно быть больше Ничего себе Я хочу елку Когда снег падает Такими хлопьями Сразу понимаешь Что пришла зима Скоро Новый год И хочется елку Зато, когда мы приехали домой И едем теперь по Райценту У нас, друзья Вот такая погода Ну, усарь велосипедистка Ее же вообще не видно Слепит солнце Дороги у нас узкие Велосипедисты Это вообще Мешает очень Передвигаться автомобилистам Но больше ездить негде И мы сейчас едем в аптеку И в магазинчик И домой На этом наша поездка Закончилась По заказам Ну что, друзья Раз от раза Картинка меняется Вот моя шарлотка Про которую я вам говорила Видите, посыпала сверху Какао И, в общем, сахарной глазурью Вкусно Вот там яблочки То есть, испечь ее Вот вообще не проблема Здесь 6 яиц Стакан сахара Стакан муки Нормально поднялась Мне не нравится то, что она мягкая Ну, то есть, понимаете В ней вот как бы есть нечего Она просто пушистая И мягкая Не очень я люблю вообще шарлотку Ну так, друзья Я ничего не успеваю Сейчас испечется хлеб И нужно сразу ехать За старшим сыном Я еще варежку с утра вязала Вы представляете Успеваю видео снимать Для чего И мне еще нужно Учиться В школе травников Для чего я это делаю Но для того, что Когда хозяйства не будет Надо же чем-то жить в деревне Я собираюсь Жить травничеством Да Напишите, как вы к этому относитесь Ну, те люди Которые меня знают давно Они уже к этой мысли привыкли Во всяком случае на канале Вот А те, кто только пришел Для этих людей, наверное Это, знаете, что-то такое будет Невообразимое На самом деле учиться очень интересно Столько всяких знаний даются Вот сегодня, например С утра начала прослушивать курс Про вирус герпеса Не дослушала На полдороги пошла щипать уток И все такое прочее А вирус герпеса Лечится травами А какими, я еще не знаю А когда я это буду слушать Я тоже не знаю Ну так вот, друзья Слава Богу Мне прям хочется перекреститься Что молоко закончилось То есть У меня нету молока Все Корову, можно сказать Бросили доиться Я мужу говорю Ну что Все наши коровы пойдут на подсос Он говорит А молоко Где будем брать Я говорю Ну как, говорю Теленка подвинем Подоем Вот Я хочу кислого молока Хоть одна корова Будет доиться Ну так вот Я не знаю Кто будет с этим молоком Сниматься Я не хочу Друзья Реально не хочу Потому что Ну столько дел Недоделанных Я не могу Хозяйство Переработка И как бы вот Ютуб На который я снимаю У меня некоторые люди Еще на Яндексе смотрят Яндекс Тоже большой привет Друзья Пишите комментарии Под видео Много времени занимает Понимаете Не хочу я заниматься Молочкой Хочу быть травницей Вот как так Я вам пожаловалась И мне полегчало Я еще не ела Вот Сейчас сварю суп Выкачу хлеб Поставлю вам финальные кадры И поеду за сыном Всем пока Я люблю Чтобы хрустело Вот так Он конечно горячий еще Но я думаю Что проблем не будет Он пропекся Все с ним Будет хорошо Друзья Ломать сейчас Нет смысла Пока Субтитры сделал DimaTorzok